Возомнил себя молодым господином семьи Е? Послушай, мой отец встречался с помощником Дзяном. Тебе придётся быть очень осторожным со словами. Ты только что накричал на меня. Это означает только то, что вы ничего не знаете. Играй. Просто продолжай играть. Из-за своей низкой самооценки... Ты, не колеблясь, можешь соврать. Жалко, что твои актёрские навыки слишком ужасны. Дядя Су, просто уточню. Если позволите этому парню делать всё, что ему захочется... И это дойдёт до семьи Е... Компания Су не вылезет из кризиса. Как ты можешь быть таким бессердечным? Решил уничтожить нас? Убирайся отсюда сейчас же. Папа, Юфань не это имел в виду. Почему ты? Стала на сторону этого голодранца. Тебе плевать на семью. Я всё ещё твой отец. Юфань, прошу, объясни всё. Нечего объяснять. Помощник Дзян скоро приедет. И всё будет раскрыто. Стоишь на своём? Да я тебе ноги переломаю и в море выброшу. Папа, Юфань, уходи. Отец слишком зол. Ах ты, Суюэ. Завтра на банкете ты всё узнаешь. Ты? Папа! 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 Суюэ, послушай, разведись с ним. Я не признаю этот брак. Папа, я не оставлю Юфаня. Прекрати. Вопросы брака решают только родители. Прибыл помощник Дзян. Помощник Дзян? Помощник Дзян правда пришёл? Неужели он... Юфань правда из семьи Ель? Ты слишком наивна. Помощник Дзян. Он бы не приехал лично из-за этого парня. Очевидно же, он прибыл из-за господина Ли. Из-за него? Семья Ли в хороших отношениях с семьёй Е. Именно поэтому помощник Дзян приехал сюда лично. Рад встрече, помощник. Ты кто? Я Ли Вэйдзе. О! Ли Вэньян, мой отец. Ты сын Вэньяна? Что такое? Я с детства восхищаюсь вами, помощник Дзян. Сегодня мне повезло встретиться с вами. Вы госпожа Су? Да. Неплохо. Вы проницательны. Помощник Дзян. Завтра вечером банкет в Тяньхао. Могу я... Приглашение передано твоему отцу. Ваша семья может присутствовать. Там решится ваша судьба. Я благодарю вас. Помощник Дзян. Я бы хотел спросить кое-что. Слушаю. Может ли семья Су присутствовать на банкете Тяньхао? Конечно же. Это банкет. Благословение для вас. Спасибо, помощник Дзян. Господина здесь нет. Надо его найти. У меня дела. Я пойду. Всего хорошего, помощник Дзян. Нам и правда везёт благодаря господину Ли. Дядя Су, почему вы так вежливы? Наши семьи давно дружат. К тому же... Я давно влюблён в Су Юэ. Всё это для меня пустяк. Что помощник Дзян имел в виду, говоря о судьбе семьи Ли? Завтра на банкете. Помощник Дзян представит нашу компанию влиятельному человеку. Правда? Дядя Су, это не секрет. Влиятельный человек. Это будущий наследник Е-групп. Сын богатейшего человека Е-шантяня. Его наследник? Верно. После этого, перед моей семьёй, откроются все двери. И не только в Дзянчжоу. Говорю тебе. Господин Ли, выдающийся парень. Не волнуйтесь. Я выгоню этого парохиндея из семьи Су. Мама! Мы с Ефанем любим друг друга. Молчи. Брак всегда заключался с равным по статусу. А этот проходимец не достоин быть зятем нашей семьи. Су Юэ. Тётя, не волнуйтесь. Хоть этот парень и называет себя молодым господином Е, когда на банкете помощник Дзян представит настоящего наследника, посмотрим, как он выкрутится. Господин Ли. Боюсь, этого парня даже на порог банкета не пустят. Да, точно. Тётя, вы как всегда правы. И правда, как этот низкородный сможет войти в наше высшее общество? Господин, этот люксовый торговый центр принадлежит Тяньхау. Всё, что вам нужно для банкета, вы можете выбрать здесь. Все покупки для вас бесплатны. Хорошо. Мне надо поговорить с директором торгового центра. Я подойду к вам позже. Хорошо. Разве это не Ефань? С каких пор люксовые магазины обслуживают нищебродов? Хотя, погоди. Неужели ты снова хочешь быть с моей сестрой? Он даже её мизинца не стоит. Какая жалость. Моя сестра теперь птица. Не твоего полёта. Не принимай желаемое за действительное. Ефань, между нами всё кончено. Не преследуй меня. Я преследую. А это не так? Я молодая и красивая девушка. Посмотри на себя. У тебя ни образования, ни статуса, ни работы нормальной. Мы с тобой из разных миров. Больше не появляйся передо мной. Люци, ты слишком высокого мнения о себе. Хочешь сказать, ты можешь здесь себе что-то позволить? Ефань, это люксовый магазин, а не придорожный ларёк. Даже если свои органы продашь, не сможешь купить здесь даже новые штаны. Не смогу. Я могу купить всё, что захочу. Ефань, ты снова начинаешь грубить? Я лучше всех знаю твоё финансовое положение. Самая дешёвая сумка здесь стоит сотни тысяч. На твою жалкую зарплату что ты можешь себе позволить? Ты, наверное, очень много вещей продал, чтобы просто покрасоваться перед нами. К сожалению, будь ты хоть самым богатым человеком провинции, ты не достоин даже целовать песок перед ногами моей сестры. Забудь. С тобой бесполезно разговаривать, ничего ты не поймёшь. Иди отсюда. Это место не для тебя. Чего застыли? Выгоните его отсюда. А то у меня настроение испортится. И я тут ничего не куплю. Что вы здесь устроили? Кто это? Господин. Красотка, я не ослышался? Ты его господином назвала? Сестра, она его господином назвала. Ефань, ты нанял актрисульку, чтобы она подыграла тебе? Это, наверное, дорого. Подыграла? Хватит притворяться перед нами. Мы прекрасно знаем, что ты из себя представляешь. В зеркало посмотри внимательнее, рожа не вышел. Ефань, ты такой наивный. Решил таким образом заставить меня думать, что ты разбогател? И что я пожалею, буду умолять тебя вернуться? Хватит мечтать. По правде, ты жалко выглядишь. Вместо того, чтобы актрису нанимать, лучше бы себе мозги купил. Ты просто деревенщина, облачившаяся в одежду императора. Но тебе не стать императором. По правде сказать, актрису у тебя что надо. Красотка, не хочешь ли стать моей девушкой? С моим нынешним статусом никто не осмелится связываться со мной. Послушайте, здесь в магазине этот... Ведь мой будущий зять... Тот, кто... Да уже не важно. С ума сошла. Извините, что напугала вас. Выведи их отсюда. Немедленно. Да. Вывести. Посмотрим, кого ещё выгонят. Менеджер, менеджер! Что случилось? Эти два голодранца избили моего сына. Немедленно выгоните их отсюда. Вы меня слышите? Ты знаешь вообще, кто я? Веришь или нет одно моё слово, и ты останешься без работы. Так расскажите нам, кто же вы такая? Кто я такая? Да ты испугаешься, когда узнаешь. Моя дочь невеста, молодого господина семьи Е. Теперь она молодая госпожа семьи Е. Госпожа Е. Вы двое немедленно извинитесь за избиение. А после уходите. Мы не приветствуем здесь всякий сброд. Слышали? Извинитесь и уходите отсюда. Это статус Люцин сделал вас такими безумными. Да что ты знаешь. Этот статус позволяет мне плевать на тебя. А вы, не узнав причины, заискиваете перед власть имущими? Мне не нужны причины. Просто потому, что она госпожа Е. Даже без причины вам нужно извиниться. Ефань, видел это? Это и есть власть, которая приходит со статусом. Сю Мин Хао, если в течение трех минут ты не спустишься, тебе придется искать работу. Вам не стоит беспокоить нашего гендиректора. Забыл сказать, у гендиректора важные гости. И времени на таких, как вы, у него нет. Пока я не вышел из себя, прошу прекратите. Уйдите отсюда сейчас же. Иначе я переломаю вам ноги и выкину отсюда. А я смотрю, ты смелый. А я смотрю, ты смелый. Гендиректор, почему вы здесь? Если бы я не пришел, ты бы из самодурства таких бы глупостей натворил. Простите меня, я сейчас с ними разберусь. Охрана, выгоните их немедленно. Гендиректор, за что? Идиот. Госпожа Дзян. Сю Мин Хао, а ты распоясался. Даже твои сотрудники смеют выгонять меня из магазина. Нет, что вы. Я лично разберусь в этом деле. Немедленно извинись перед ними. Гендиректор, вы не ошиблись, это обычный парень. А госпожа здесь, почему я должен извиняться? Ты что, совсем слепой? У тебя был шанс. С сегодняшнего дня ты уволен. Прошу, не надо. Я защищал госпожу, в чем я ошибся. Это, наверное, вы ослепли, гендиректор. Моя сестра останется, а этих надо прогнать. Гендиректор Сюи, ваш торговый центр собственность Тяньхао Групп. Я, будущая жена нового президента Тяньхао Групп. Со мной обошлись несправедливо здесь. Скажите, гендиректор, как вы решите эту ситуацию? Вы не достойны быть невестой господина Е. Да плевать я хотела на твое мнение. После сегодняшнего банкета весь Дианчжоу будет трубить о моей грандиозной свадьбе. С молодым господином Е. Правда? С нетерпением жду вашего появления на банкете. Но в этот раз вас все равно выгонят. Сюи Минхао. Охрана, выведите их. Подождите. Моя дочь будущая госпожа Е. Если тронете ее хоть пальцем, я сделаю все, чтобы закрыть ваш магазин. Чего застыли? Выводите. Отпустите. Госпожа Дзян, господин, прошу прощения за причиненные неприятности. Подойди. Подбери одежду молодому господину. И выбирай только лучшее. Что за отребье? Завтра же уволю его. Мама, кто та женщина? Почему гендиректор ее послушался? Может, она какая важная шишка? Еловая шишка. Ты ее видел? Выглядит как чета-любовница. Смотрите. Ну что я говорила? Выходит, Ефань стал любовником той богатой девушки. Он просто голодранец. Вот и все. А вот на мою дочь. Обратил внимание молодой господин Е. Это большой успех. Сестра, мы должны проучить его. То, что Ефань красавчик, не дает ему права садиться на шею. После сегодняшнего банкета я стану настоящей госпожой Е. И заставлю их встать на колени и умолять. Но та любовница сказала, что она тоже будет на банкете. Можно там, на глазах у всех, заставить ее извиниться. Жаль, только Ефаня там не будет. Я бы посмотрел, как он ползает на коленях. Мама, я впервые в таком месте. Тут все такое роскошное. Не веди себя как плебей. Все люди здесь, миллиардеры. Тебе надо наладить с ними связи. Мам, зачем мне это? Моя сестра, без пяти минут госпожа Е. Пусть они заискивают передо мной. Верно говоришь. Начиная с этого момента, наша семья тоже принадлежит к высшему обществу. А вот и вы. Ефань? Как тебя вообще сюда пустили? Наверное, он следил за нами и решил, что может нашантажировать. Да как он смеет. Я же говорила, хватит преследовать мою дочь. Ты всюду за ней ходишь. Ефань, хватит уже следить за мной. Сегодня я стану госпожой семьи Е. Тебе далеко до такого статуса. Но ты ею еще не стала. Ладно, оставайся. Сегодня я с тобой точно поквитаюсь. А потом? А потом на глазах у всех ты как побитый пес, куляй, поджав хвост, уйдешь отсюда. Ефань, я знаю, ты пришел сюда ради меня. Но разве ты не видишь пропасть между нами? Здесь собрались все слитки общества. Меня здесь уважают. А вот ты? Если мне что-то не понравится, тебе долго придется извиняться передо мной, а потом тебя вышвырнут. Я знаю, ты злишься. Но такова реальность. Я всегда буду на высшем уровне. А ты обречен жить в грязи, с которой тебе не выбраться. Люцин, я так долго был слепым глупцом. Не верится, что я любил тебя три года. Три года? Да хоть десять лет. Сможет ли любовь нас прокормить? У меня появился лучший выбор, зачем мне терпеть лишения с тобой. Ты мне совсем не подходишь. Ты мой вынужденный выбор. Яфань, моя сестра знатная леди. Ты просто был удобным вариантом. Знай свое место. Люцин, когда ты стала такой высокомерной? Высокомерной? В этом мире те, у кого есть деньги, тот и будет счастлив. Молодая госпожа Ени может себя вести иначе. А ты хочешь с милым рай в шалаше? Да не смеши меня. Лучше я буду плакать в лимузине, чем смеяться в вонючем автобусе. Не стыда, не совести. Да как ты посмел ударить мою дочь? Какая же ты ограниченная. Взгляни на себя. Твоя семья, внешность и способности соответствуют критериям семьи Е. Я невеста господина Е. Помощник Дзян сегодня лично сообщит о нашей свадьбе с господином Е. Просто смотри, как я буду сиять в центре всеобщего внимания сегодня. Я докажу тебе, что не ошиблась с выбором. Я, Люцин, заслуживаю такого будущего. Правда. С нетерпением жду момента, когда все выяснится. И как твоя гордыня и спесь будет смыта позором. И ты обо всем пожалеешь. Посмотрим еще, кто пожалеет. Молодая госпожа. Ефань, ради общего прошлого госпожа хотела дать тебе шанс, а ты неблагодарный. То есть я должен поблагодарить ее? Конечно. Ты просто не понимаешь, где находишься и кто эти люди вокруг. Придя сюда, ты уже загнал себя в ловушку. Тогда можете спросить их, если бы я не пришел сюда. Состоялся бы вообще этот банкет. Состоялся бы вообще этот банкет. Ефань, здесь много влиятельных людей. Веди себя сдержанно. Не бойся. Даже если все станут против меня, меня ничто не остановит. Ефань, ты такой глупый. Знаешь, что за люди здесь собрались? Все они владельцы компаний с многомиллионными и даже миллиардными доходами. Думаешь, они не смогут тебя осадить? Даже не посмеют. Парень, не слишком ли много ты себе позволяешь? Су-е, подойди сюда. Нет. Президент Лин. Президент Лин? Он президент Дзяньжоу Биллион Групп Линь Джэн Шань? Я вправе так говорить. Мне не стыдно говорить правду. Тем более, я в ней уверен. Приветствуем, госпожа Дзян. Приветствуем, госпожа Дзян. Ух ты. Ефань такой напыщенный. Расскажи-ка, откуда такая уверенность? Да уж. Ты обычный офисный планктон. Не смог даже собрать деньги на свадьбу. Он просто клоун, любящий дешевые трюки. Оставьте его. Сегодня большое событие. А тебе стоит как следует извиниться перед молодой госпожой. И я отпущу тебя. Извиниться? Повторюсь. Вы мне ничего не сделаете. Как смеешь, сопляк? Ефань. Невежественный плебей. Ты знаешь, о чём говоришь? Хорошо. Тогда расскажи, откуда у тебя право смотреть на всех здесь свысока. Послушай, Ефань. Сегодня вечером, кроме семьи Е и молодого господина, кто ещё может себе такое позволить? Как назло. Я и есть молодой господин Е, которого вы ждёте. Этого вам достаточно. Продолжение следует.